Бывший заключенный с большим стажем Андрей Семенов, у него 12 судимостей за кражи, грабежи и хранение оружия, недоумевает. Чего это вдруг российский Минюст решил обновить правила внутреннего распорядка? Сам Андрей, как он говорит, откинулся всего пару недель назад. И тут такая новость. Всем, кто находится сейчас в следственных изоляторах, теперь запрещено использовать не только нецензурную лексику, но и тюремный жаргон. С запретом мата Андрей согласен. В колонии за такое и перед сокамерниками придется отвечать. Ну, наказуемые вещи, по большому счету, и по лицу можно получить за это. Если, ну, действительно, там позволишь что-то лишнее по отношению к другому заключенному. Но как же быть с тюремным жаргоном, продолжают недоумевать люди повидавшие. Ведь Фене уж под 100 лет особо удачные фразы даже иногда использовали и сами сотрудники колонии. Им, кстати, говорят, в Федеральной службе исполнения наказаний уже запрещено так разговаривать. Но Минюст решил, что называется, прописать на бумаге поправки в правила. В СИН следует букве закона. При общении с другими лицами также запрещается использовать нецензурные, угрожающие, оскорбительные или клеветнические выражения, что поможет оздоровить атмосферу в местах принудительного содержания и повысить общий уровень культуры. Отдельно отмечу, что внесенные изменения в правила внутреннего распорядка каких-либо дополнительных мер взыскания к лицам, содержащимся в следственных изоляторах, не предусматривают. С интересом к новому правилу, которое вводится Минюстом, относятся лингвисты. Ведь чтобы обойти запрет заключенным, судя по всему, придется выдумывать какие-то новые, нейтральные жаргонные слова. А это, опять же, повод для изучения, говорят специалисты. Многие уже новые слова из воровского сленга они с завидным постоянством включают в различные словари. Видимо, чем ближе к быту людей, сидевших, какие-то слова, тем они плотнее входят в этот словарь. В принципе, слов этих очень много. Очень много там и Махан, и Батя, и Маруха. То есть такие слова, которые, в принципе, обыватель, может, даже и не слышал никогда. О том, кто и как будет контролировать соблюдение заключенными этих новых правил, пока не сообщается. В российских колониях, как говорят специалисты, новость уже широко обсуждается. По обе стороны колючей проволоки. Теперь заключенным российских колоний при общении с сотрудниками ФСИН волей-неволей придется заменять привычные им слова. Вместо баклана говорить хулиганы, начальник оперативной части колонии больше не кум, а бандерлогами людей случайных в преступном мире называть будет больше нельзя. Слово не воробей, любая неосторожно брошенная фраза может впоследствии повлиять на характеристику осужденного, а следовательно его на условно-досрочное освобождение. Малявы, вертухаи и знаменитая пасть порву, как считают Миньюсти, теперь должны остаться в прошлом. Кроме того, в документе, выпущенном Миньюстом, говорится и о других поистине революционных нововведениях в российских колониях. Заключенным, например, категорически запретят принимать лекарства без согласия тюремных врачей. Закрывать объективы камер наблюдения, установленных в зонах, за это может даже последовать наказание. Но при этом разрешат пользоваться электронными гаджетами, правда, с условием без выхода в интернет, а также иметь в своих личных вещах гель для душа и пену для бритья. Но главное, конечно, для самих осужденных – это табу на тюремный жаргон. По словам бывшего сидельца Андрея Семенова, феню ведь используют там даже вполне интеллигентные люди. И культура речи, особенно среди бывалых, часто бывает безупречной. На будьте любезны, поверьте мне, на будьте любезны. То есть, ну, никогда в жизни там такого просто нет. Зачастую даже на классическом русском языке люди разговаривают. То есть, ну, многие, ну, действительно, просто начитанные. У меня у самого там лет 20 от Сижных, ну, по большому счету, классиков русских. Я перечитал всех. То есть, ну, было время на это. Когда именно поправки в правила внутреннего распорядка вступят в действие, пока не сообщается. Контролировать ход выполнения приказа Минюста будет лично заместитель главы ведомства. Илья Ушинин, Константин Яровенко, Динар Усманов и Вячеслав Макоев, телекомпания НТВ.